Всем приветики! Добро пожаловать в Маленка Блок. Сегодня я бы хотела с вами поговорить о следующем аромате из Маленького. А Париль, это всегда Париль. Шерги. Шерги, шерги, шерги. Аромат прекрасен. Хотя что-то удивительное, у меня все прекрасны. Итак, аромат Шерги. Восхитительного такого чайно-бордово-коричневого коньячного цвета. Он обожаемый мой мной аромат. Долгое время я считала его своим ароматным. Я, знаете, как это бывает, когда я первый раз только его попробовала, купила. Просто это было что-то. Все, это моя ароматная я. Но мы все женщины непостоянные. Поэтому сейчас, на данный момент, у меня ароматная я сменилась. Не буду говорить на какое. Но Шерги все еще мой любимчик. Любимчик. Люблю. Сильно. Обожаю. Сейчас у нас лето. Его душновато немножко носить. Но когда у нас была зима, было холодно, неуютно, он очень хорошо согревает. Как прям хороший коньяк, я бы сказала. Итак, аромат Шерги был выпущен в 2005 году. Опять-таки, Кристофером Шелдрейком, который долгое время сотрудничал с домом Серж Лю Тен. И Шерги является одним из последних его ароматов, так как Шелдрейк покинул марку. В 2005 году ушел обратно в Шанель, где работал до этого долгое время. Но, спасибо, создал это чудо. Итак, Шерги, давайте мы его нанесем и будем пробовать. Вау. И также он принадлежит группе Unisex. У нас женщины, мужчины могут носить вполне, соглашусь, да. Очень такой для мужчин был бы приятный, мой взгляд. Пишите, у кого есть мужчины, как это. Итак, что нам туда положил Шелдрейк? Шелдрейк нам туда положил табачный лист. Также он туда положил мед, ирис, амбру, ура, сандал, мускус, ладан. Ммм, обожаю ладан. Розу и сено. Итак. Простите, я все время говорю и так, но я надеюсь, когда-нибудь от этого отойти в скором времени, но пока вот так. Я стараюсь не говорить и так. Честно, стараюсь. Шерги. Он мне чем-то напоминает, конечно, Тома Форда, табака ванила, но для меня вот этот более носибельный. Более он мне приятен, более он мне любим. У кого есть табак ванила, тот меня поймет, что я имею в виду, говоря об их схожести. Так, аромат Шерги, как я уже сказала, я бы предпочла носить димой, собственно, что я и делала активно. Наносила его даже на ночь. Давайте уже на другую руку сделаем. Спала как младенец. У кого есть, попробуйте. Очень расслабляет, очень как-то вот с ним уютно, спится. Ну, он просто прекрасен, он такой, как хороший бокал дорогого французского коньяка. И вот вы сидите с этим коньяком где-нибудь у каминчика, сигары, может быть, курите. Или кто-то рядом курит сигареты какие-нибудь такие ароматизированные, вкусные. И вот это вот такое что-то навевает мне. А роза и ирис, они дают этому такую немножко хрупкость, пудровость. Женственный. Ну, хороший. Очень хороший. Попробуйте. Попшикайте. Лучше, я думаю, его пробовать на кожу, потому что с плоттера, с бумажек, там, это вообще не то. Не то так от температуры кожи, от вашей он раскроется более интересно, более для вас понятно. Вот думаю, покупать мне еще бутылку или покупать. Потому что, ну, смотрите, что делается-то. Может, на Новый год. У меня на этом все. Очередной раз спасибо Кристоферу Шелдрейку за такие произведения искусства парфюмерные. И я и мой Шерги, мы пошли. С вами мы увидимся в следующий раз. В следующий раз я расскажу о следующем моем Серж-Лютеновском парфюме. Всем пока. Чао-чао. Берегите себя. Чао. Берегите себя. Берегите себя.